Всех приветствую! Приветствую в своих ежедневных влогах. Ребят, все, кто новенький, меня зовут Михаил Михайлов, я миллионер. В этих влогах я делюсь своими мыслями, показываю свою жизнь, рассказываю о том, как я живу, что я делаю, какие действия совершаю для достижения результата. Ну и в целом, просто увидите все мои внутрьки, без каких-либо масок, без приукрасов, все как есть. В предыдущем влоге я начал хузеть, и сегодня уже минус один килограмм, и это прекрасно, прекрасная новость. А сегодня в влоге я хочу вам рассказать про эффективность, потому что вчера в комментариях написали вопрос «Миш, как выглядит твоя эффективность? Что ты делаешь? Как ты работаешь?» Поэтому сегодня об этом и поговорим. Для тех, кто не в курсе, меня зовут Михаил, мне 30 лет, я женат на прекрасной женщине, на прекрасной девушке. Зовут ее Криса, ей 31. Мы вместе со школы, это уже 15 лет. На сегодняшний день мы в браке 10 лет, ну почти 10, без нескольких месяцев. У нас есть две прекрасные дочери, одну зовут Микоэла, маленькая, и старшая Доминика. Мы путешествуем, на данный момент мы в Узбекистане, и уже скоро планируем в другую страну, и об этом тоже мы обязательно расскажем. Так, поехали. Для начала у меня есть два предложения, которые мне очень сильно помогают в эффективности определенной. Первое предложение – TapSka. Я не рекламирую, и это просто вот приложение, которое мне реально очень удобно. Я в нем учитываю свои привычки. Привычки утренние, утренние ритуалы. У меня это тренировка голоса, у меня это связаться с питью менеджерами, у меня это медитация, у меня это изучение английского языка, список дел, читать книгу и уборка. Вот что, например, за сегодняшнего я сделал? Сегодня, например, я сделал уборку, сегодня у меня уже был написан список дел, но сейчас я покажу, как я это делаю. Сегодня у меня написан, сделан английский, и сегодня я уже выполнил медитацию. Все, у меня остались еще привычки. Сейчас еще сделаю голос, связаться с питью менеджерами, надо здесь исправить, потому что сейчас я уже связываюсь с питью менеджерами в день. То есть, делаю 10 контактов, я делаю. Это был период, когда я связывался с питью, и читаю одну книгу. Переходим дальше в приложение Todoist. Сейчас скажу, как оно пишется вам. Вот Todoist, красненькое такое, видите? Соответственно, оно у меня вынесено виджетом. Здесь у меня уже задание на сегодняшний день. Первая тренировка. Сейчас я на нее пойду снять влог, снять видео про то, что делать после регистрации менеджера в нашей команде, и узнать по анализам для моей жены. Нам необходимо сдать анализ, потому что планируем сейчас уезжать в другую страну и провериться. Сюда, соответственно, я сейчас еще буду дополнять. Это очень важная для меня составляющая. Смотрите, по поводу списка дел. Все. У меня есть несколько критерий и правил для того, чтобы быть эффективным и как-то не попадать из рабочих процессов. Первое. Если я не тренируюсь, то в целом написал я список дел или не написал, вообще не имеет никакого значения. Если я не потренировался с утра, то день мой идет на смарку, я просто превращаюсь в тюленя. Это было, например, вот вчера. Вчерашний день, он показательный. Я вчера кое-как заставил себя снять влог. Я пропустил тренировку, не пошел на нее. Это еще по генетическому тесту тема у меня. Я сдавал генетический тест на Новосибирске. И по генетическому тесту мне сказали, что мне необходимо утром тренироваться, потому что там какие-то гормоны, эндорфины, что-то там вырабатывается. И, соответственно, я лучше себя чувствую. Лучше себя чувствую в течение дня, я лучше работаю, я более продуктивен. Я это знаю по себе. Мне достаточно там 30 минут хотя бы сделать какую-то зарядку, какое-то кардио. И у меня очень много энергии. Если я не потренировался, я просто как тюлень. Мне хочется лежать, мне не хочется ничего не делать и так далее. Это вот первый такой ключевой фактор, который влияет на мою эффективность, он очень важный. Второй фактор – это написанный список дел. Потому что даже если я потренировался, но списка дел у меня нет, то эта вся энергия, она расфуфыривается, улетает куда угодно вообще, но только не в продуктивность. Я начинаю заниматься всем подряд, от залипания в социальных сетях до каких-то ненужных дел, вместо того, чтобы сконцентрироваться на важном. И следующий пункт, третий пункт у меня – это я пишу три задачи в день максимум. Ну, то есть, я не делаю никогда больше трех дел. Вот на сегодня это связаться с 15 менеджерами, я их сейчас отнышу в список дел. На сегодня у меня это снять влог, это важная для меня задача. И на сегодня у меня снять видео для людей, кто ко мне в команду заходит, что они будут получать после регистрации. Все, вот у меня три дела. Если я пишу больше, я ничего не успею, это все гиблое дело. Писать там дети знания. Мелкие задачи там минимальные, чтобы просто не забыть. Ну, типа вот узнать про анализы моей жены – это просто для того, чтобы не забыть. Но крупные задачи я никогда не пишу больше трех, потому что я знаю, что я не сделаю это продуктивно. Что для тебя важно, чтобы быть продуктивным? Ой, это спать, ложиться в обрана и посыпаться. И, ну, это тренировки, 100% спорт. Питание – то же самое. Чтобы у меня было дефицитов, витаминов всяких. Я жду тебя. У меня тут вот это брови не нарисованы. Ну, все, без нарисованных бровей. Жена, рассказывай давай. Только, пожалуйста, это оперативно и емко и коротко от себя. Еще что важно? Ну, важно сдавать анализы, делать чекап организма каждые 4-6 месяцев, ну, хотя бы раз в год. И наблюдаться у какого-то нормального эндокринолога, который идет в ногу со временем. Не с тем врачом, который 40 лет недавно лечит. Зачем это делать? А? Зачем это делать? Ну, потому что очень много сейчас референды подняли. Сейчас нельзя себя... Ты считаешь, что наблюдение за организмом сильно влияет на энергетическую составляющую в дне? В дне? Ну, я это отслеживаю по себе. То есть у меня после каждых родов у меня постоянно летит щитовидка и снижается железо в крови. И я себя чувствую просто как какой-то вафель. Я не крашусь, расчесываю брови свои. Все. Все? Ну, хватит. Все, не надо. Почему? Потому что не хочу. У тебя секретики есть? Ну, просто нет настроения, чтобы меня вот снимали. Это мое личное пространство. Ладно. Для матрасника. Пришла мандура. Мика. Пришла уборка. Сегодня будет дома чисто. Мика. Ой. Помаши так. Приветики помаши. Ой, мне волосы зарезли в рот. Что, мандура? Да. Да. Волосы лезут. Где тут твои лапки? Лапки, лапки. Эф. Твоя цель – держать ровно камеру. Ты держишь горизонт. И чтобы рука не тряслась, это важно. Я надо в правую переносить. Мы несем столб на выброс. Обсуждаем сейчас плюсы и минусы поездки. Блин, сверлит кто-то. Плюсы и минусы поездки в секретное место, куда мы планируем поехать. Я смотрю на эту мокрую мир. Очень смешно. Здесь просто на камере мокрая кошка. Мокрая кошка. Короче, она похожа, говорят на обзорах, она похожа на… Я даже не могу сказать это. Ты просто покажешь ее. Покажу вам, короче, о чем усиялась. Сейчас машина проедет скажу, больше всего меня в Узбекистане напрягают таксисты, ну короче это прям мучение просто, это ужасно, тяжело, но хуже чем здесь, а вот он стоит, хуже чем здесь, чем здесь они на Бали, пойдем. Приехал витамин Д, вам по 200 тысяч единиц, это в добавку к БАДам, я доказал себе. Кризис всегда возмущается то, что таксисты не туда подъезжают, а здесь в Ташкенте очень плохо работает интернет, и очень ужасно работают все вот эти вот спутники и всякая вот эта тема. Кстати. Как я хочу уже раздеться, правда? Жена хочет раздеться, вот такое желание. Вот эта машина. На улице прекрасно в Ташкенте, просто очень сильно хорошо. Мы едем отмечать 14 февраля. Отмечать. Нас не туда привезли. Ну здесь короче какая-то сложность со спутниками, и ты ставишь локацию одну. Все нормально, мы приехали. Ты что, вот смотри, мы дошли, жена. Ну-ка быстро извинись перед таксистом. Причем зачем я извиняться должна? Он меня повез через залазки, а должен был вот так проехать и вот тут остановить. Вот мы пришли, вот смотри, лаунж, кафе. Ну прошли 50 минут. Короче вот так все. В нашей жизни и в нашей семье. Как живу с ней вообще просто. Просто жесть. 50 минут прошли таксисту. Таксист, мне кажется, уехал с плохим настроением. Наши 14 февраля. Где тут есть мобильник? У меня потом еще и массаж. Я не могу пожираться всего. Не помечила. И сейчас сушусь. Он все строго соблюдает. Если чай, это мой любимый вкус. У нас 14 февраля в этот раз такое очень простенькое. Мы пошли просто в кальянный, посидели, съели бы салатику. И пошли решать свои дела. А таксист меня назад привез. Снова не туда. Иду пешком до дома. Не знаю, с чем это связано. Вот здесь с этим прям очень серьезные проблемы. Просто после России такой просто контраст. В России в плане такси, даже если ты вызываешь там эконом, все отлично. С нужного места забирают. В большинстве случаев в нужное место привозят. Здесь никогда не забирают с нужного места. И практически никогда не привозят в нужное. Я знаю, конечно, что вы от меня ожидали немного другого влога. Чтобы он был продуктивный. И то, как я буду здесь активно работать. Как буду решать дела. Ну, а мы сходили с Крис в кафе. Посидели. Покурили. Как я уже сказал. Я пришел домой, прилег и уснул. И вот только проснулся и делаю влог. На самом деле, просто пока не совсем понимаю, как вот в свой обычный ритм жизни вписать вот эти ежедневные влоги. Но надеюсь, что я к этому адаптируюсь. Потому что сейчас я уже стал значительно быстрее монтировать. Для меня в целом создание влога это уже достаточно большая работа. Потому что я делаю все сам. Снимаю, сам монтирую, сам крашу, сам музыку подбираю сам. И я думаю, что будет все значительно быстрее дальше. Ну, и только сегодня день. В день, когда я хотел снять влог о продуктивности, получился максимально непродуктивный. Поэтому как-то так.